всем привет с вами стоя варен это такая новая игра под названием похороны демона рейджи night как говорится будем смотреть от лица нашего главного героя которая оказывается сам тема откуда я знаю описание ты на вопрос не прочитал едкой что в прикол в этой новой есть такой один маленький прикольчик это настройки это можно сделать все что под тебе удобно больше не нравится текст спокойно бедяешь может быть настроить звук голоса звука то ним это все это в этом все там есть короче я сейчас я все поднастроил правда хорошо вам так покажу вот есть какие мишки какие хорошие микро я голос включил не нафиг не нужны голоса мы не будем слушать мы сами будем озвучить голоса такой зайдет там просто в чем прикол от искачиваешь не саму на вот искачешь ее ладно ты сказать установочник а потом уже сам устанавливать шланг эти начнем наше приключение рейджи на часть 1 есть часть 2 поехали комната наполняем вымерший сухой тишиной точно заброшенный дом сова по дому рейджи на они и загрязнен и не разрушен однако чувство что в нем кто-то живет тут уже нет этого столь очевидного чувства самоточной повседневности присущие обитаемому месту здесь нет сложная на полке посуда висящие на вешалке одежда валяющийся на полу пустая бутылка если немного посмотреть по сторонам то тут и там можно заметить следы жизни но это уже руины прошлого потерявшие свою сущность пустые оболочки поэтому учить и гораздо печальнее чем просто небытие то что изначально не существовало умереть не может но именно из-за этого не считать точное существует существовавшие уходя выходе наверно вечно мы выходим не что раскрывает и показывает при этом всю глубину небытия для рейджи надо счастье это место своим домом стал уже бессмысленным нет вернее будет сказать что такая мысль пока только остановится бессмысленной смысл исчезает постепенно когда ходит тепло из умирающего человека рейджи нет все хорошо произнес рейджи нет на тумбочке рядом с ним в подвид подсвечники теплица свеча свет от ее маленького отражающего гайка отгонять тьму есть бы сейчас сюда кто-нибудь заглянул ты ему это очерчить эти черные сабы цветом скорченная фигурка точно показалось бы невероятно жалкой фигурка это напоминает опустившего землю взгляд печального преступника все хорошо еще раз повторил рейджи нет он и сама за это жестокую неправду своих слов весь слова эти служат не для подбадрания или же утешение скорее то слова молитвы предвышающие близкое отчаяние есть его спросить кому молится вряд ли он смог бы что-нибудь ответить он не верил ни в каких богов и молил чего-то с не существующего а просто о милосердии больше у них не вшел во что не верю да и поверить шансов не не было зад обязательно обязательно что вместо того чтобы закончить фразу рейджи нет с усилием скорчу от на окаменевшем лице улыбку он понимает что выражение его лица в тот момент должно быть довольно нелепое лгать у него никогда хорошо не получалось и это его в умочной улыбках вряд ли смогла бы кого-нибудь обмануть но все же ничего кроме как просто улыбнуться он больше придумать не смог к нему протянулась рука больше он не может ничего сделать рейджинальд на щеке он почувствовал легкое касание кончиков пальцев пальцев очень тонкой и словно иссохшей правой руки рука это тянется к нему от кровати у стены рейджин снова взглянул в лицо лежащего в ней человека изображен изображена глубоким морщинами лицо потерявший свой былой цвет цветы его волосы там лежит старуха уже увидевшие но явно пыши пыши еще когда-то красотой лицо или лучше сказать что лицо это просто поблегло от старости кое-как сохранив при этом себе ясные черты и есть внимательно приглядеться то можно заметить что многие из этих черт можно найти в лице рейджинальда к примеру и идти близко к нефритному цвету глаза или же идущий от чеки до подбородка бородка или же слегка сдернутый нос множество таких вот мелких деталей создает похожесть их рис но для случайного сходства этих деталей слишком много без кровного родства столь явно подобия быть не может но что или спросил рейджинальд и с чуткой осторожностью как если бы они были сделаны из хрусталя перебрел ее пальцы со своими такое чувство что стоит ему хоть немного жать руку и эти пальцы сломается словно высохшие веточки и уже это и правда пальцы живого человека с внезапным отчаянием произвели пронзила мыс и когда пальцы элен успели стать такими все ее грудь укрыта одеялом едва заметно поднимается и опускается вздох выпущенный из пересохших губ ужасно слаб даже просто дышать для нее должно быть невероятно тяжело такое впечатление что с каждым вдохом выдохом из нее как будто выходит оставшиеся крохи жизни жизнь и постепенно угасать это была долгая жизнь пронесла на лицо рейджины до окаменела он уже понял что уже все потеряны помню еще туда когда она оказалась прикованных постели случилось то что ними неминуемо должно было случиться однако он он не хотел услышать подобные слова из юст я пожила достаточно или не говори так разнес он а в груди словно что-то защемил он не хотел это услышать он знает что любому существу из плоти крови предначерта на срок но действительно слишком тяжело чтобы его так просто принять однако я жалею лишь обо дно как будто не слушай рейджины до судорожно продолжила она что умирает оставь тебя одного или не делать такое лицо ее щеки слабо задрожали похоже на нее не осталось сил даже на улыбку но тем не менее она переживает о рейджин эти эта старуха сожалеет лишь о том что уходит раньше и тем самым оставляет его одного как умирающий мать обрекает своего ребенка на одиночество но я я и отец и мать глаза и уже совсем затуманились смотря ненавидящим взглядом в пустоту она продолжила все мы шли по выбранным нам пути это понятно однако все же в этот момент он задумался разве не могли они жить более сейчас выберет другой путь разные могли они прожить счастливую пусть даже не роскошную жизнь как обычные люди но этот выбор у них украл никто иной как он и забыть об этом рейджи никогда не сможет я закушенная им губа побретела берем по моей вине разный разный так по чьей же еще вине много-много раз и елены и эллин и родители пытаются утешить его однако винить себя в губине души рейджина так и не перестал не мог перестать именно из-за него элен с родителем пришлось жить в изоляции глубоко в горах как каким-нибудь отшельником и как не пытаясь это отрицать этот наседас останется незыблемым фактом поэтому и элен в конце концов перестала с ним спорить но взамен я люблю тебя раздались из пересовший губ слившийся с выдохом слова мой брат чуть слышным шепотом добавила она и огонь свечки догорев до конца тихо исчез нахлынувшая комната тьма окутала рейджинайда яркий он свет еле-еле пробивающийся сквозь окно слабо отчерчивает утопшие во тьме лицо рейджинайда в туском свете луны позвал он но вот на ответ ему была тишина ёшки ты кот и за то что он так но я точно точно сказать я точно не могу по такому моменту сказать но наверное думаю из-за того что у нас рейджинай такой не человек она наверное из-за этого постарела очень быстро из вытянутой жизни можно так сказать наверно элен элен ответь мне элен снова и снова зовет рейджин от ее по имени но от этому была лишь все та же обижалась на тишина больше на этом свете не существует человека который ответил на этот зов она умерла скорее всего на кровати сейчас уже лежит не его младше сестра элен обирай а лишь ее пустая оболочка меня слов нет просто элен рейджина слегка пристала и заглянул в безжизненное лицо окрашенная тьмой она выглядит очень умиротворенным следов боли нет как и следов сожалений сонно бы лицо спокойно спящего человека однако уже без дыханого старость достигнув предела своей людской жизни элен умерла самом деле этому ведь нужно даже радоваться подождите я чуть не понимаю она умерла от старости так сколько начал рейджину лет вообще вот самое интересно просто до рейджин осторожно закрыл ладони и веки после чего пошатнувшись стал и повернуться к остаткам элен спиной дольше смотреть на ее мертвое лицо он не может сона бы пытаясь убежать от реальности на нетвердых ногах он пересек комнаты подошел к стене там там висит вещь на которой ему не хочется смотреть еще больше настенное зеркало он слышал что он но вроде как было приданным матери не очень не очень большого размера однако в те времена даже маленькое зеркало было предметом роскоши и увидеть такое у обычных либо большой редкостью я зеркало отражать фигура молодого юноши молодой юноши лицо у него простое однако чем-то похоже на стоит нет на хороших хорошо отполированную стоит темно-серый волос отливает красотой и удивительно то что эти папы отросшие и растреплены явный из оленей их обладатели не кажутся грязными нет куда-то словно сами по себе состоящиеся незапамятной кровью или болью стали они создают ауру несгибаемого разума глаза перри преисполненные горе светится глубоким глубоким будто нефритовым светом прям как кукла по дому рыджины но как ни глянь это фигура обычного человека однако все же чего-то в ней не хватает одет он в групп группа к на конопленную конопленную до рубашку на рабочие штаны со стороны похож на крестьянина вернувшийся с работы образ вполне обыденный но все же почему-то юноша зеркаль создает впечатление человека из другого мира да в нем словно отсутствует человеческая суе суе суетность перетяще здравому слыслу юноша рейджинет и старуха эрин по идее поставь их вместе и назови семьей и все подумают что это бабушка и внук вряд кому-то может даже прийти в голову что 20-летний рейджинет на самом деле старший брат старухи эрин а если так то человеком тогда рейджинет явно не назвать рисую нашу зеркалье перекосилась будто он в любой момент готов расплакаться но глаза его от остаются сухими словно и вправду имея место глаз нефрита он жестким и сухим взглядом бурает свои отражения еще ни разу не было чтобы рейджинет плакал ни разу не проливал слезы из своих глаз неважно сколько ему было печально но слез без ни сердечной боли он никогда на воле не выпускал и сейчас когда умер последний член его семьи эти глаза все так же остаются сухими из-за этого печальное лицо выглядит как как-то фальшиво ты все такая же пустая оболочка словно поддевая себя подумал он это мы из вызвал в нем волну раздражение так началась главный герой вообще прям ряда настоящий демон только страна в каком стиле как он дим вот самое интересное и долго ли это будет продолжаться и долго это будет продолжаться чирк чирк внезапно чирк 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 звука будто кто-то снаружи начать срапать стену не двигаясь места режин медленно повернулся в сторону шума чирк 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 звук этот идет из-за двери и утихать похоже не собирается словно эта собака или кошка или же какую-нибудь другое мелкое животное просится в дом однако у режин это не было ни собаки не кошки животных нему никогда особой любви не питали стоимо протянуть к кому-нибудь из них руку как у них сразу же шерсть ставала дыбом он и подумать не мог что у домашних животных из и звери на чирка всяким неестественным вещам куда сильнее чем у людей чирк 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 да и есть так прикинуть точно ли это звук откатить животного чирк 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 наконец это неровный клуб перерос в громкий шорох цена потом начал дирать обшивку дома чип-чип чирк 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 шкряп шкряпшко и ё-о-о-о», беспрер...бесперерывно, настойчиво. Внезапно шарик изменился будто начали пытаться проделать когтями дыру в двери. Нет, не только двери. Если прислушаться то можно услышать подобные звуки и со стороны окна окно кстати не как у какой-нибудь знаете а довольно обычным и стекла рам на простой квадратной дырки в стени висит деревянный низ на петлях вот и все поэтому когда она закрыта за ним ничего не видно но сейчас окно крепко прикрыто и заперто на засов и свожу в это самое окно кто-то активно скребется учитывая высоту этом определено не какая-нибудь кошка или собака кто-то более высокий например медведь или же рэджин и бросил взгляд на трясущуюся входную дверь и протянул руку к большому топору висящем на прибытом к стене крючке этот опор с широким и массивной лезвием он использует для разделки мяса и для охоты как на маленьких полевых мышей так и на крупных оленей о каком топором или меня уже интереса вопрос как он вот этим топором на линии охотился я за его размером где-то предплечье рэджин рэджин топор еще же в два раза длиннее в отличие от своих острых как бритва собратьев этот топор ввиду своей тяжести и массивности больше подходит на не для резки а для того чтобы растирать плоть и ломать кости свои жертвы держа топор в одной руке рэджин приблизился к входной двери как и окно здесь заперта на засов рэджин и поднес руку к засову готов в любой момент развалится развалится дверь и глубоко вздохнул и на одном дыхании от его сторону следующим движением рэджин это тарана врезался в дверь 2 резко распахнулась наружу вместе с этим послушался какой-то глухой звук словно что-то тяжелого упала осень скорее всего это отширен скорее всего это шурнал к того-то скрепся дверь не теряя моменты рэджин и стремительно подвиг продвинулся на три шага вперед принял стойку и облик глядился снаружи и снаружи раскинулся привычным взором горно-лесной пили горно-лесной пейзаж куда не глянить сплошной лес нет ни домишки не видать сверху из далекой темной пустоты полумесяц идет на землю мир мертвый на бледный свет довольно необычное время чтобы выходить из дома но перед реджиндом зашевелилась несколько человеческих теней нет можно ли назвать эти освещаемые луны светом кривые фигур людьми они имеют форму людей у них есть руки ноги голова тело поэтому в карамешной темноте их запросто можно спутаться спутать с людьми но нет они не люди они лишь оболочки людей и но никаких не не люди их так и называют нелюди еще один блин еще один два отброшенных рейджиндом тело медленно поднимись с не посыпалась песок и сухие листья не то песка не вести фукул дом раньше не было потому что нелюди состоят из них и это просто отводились поврежденные от падения куски их тел они лишь кукла в обличии людей при слиплены из подобного мусора вот такие вот создания и стоят сейчас перед реджиндом скелет скелета у них нет как нет органов и кожи это просто вещи с человеческим обликом при этом облик этого этот местами довольно кривой вот у него на ладони 8 пальцев а у другого невероятно длинная права рука наверно они забыли как вылить выглядели изначально поэтому и полны невидимых изъянов но все же они двигаются и даже издают какой-то вой своих щелей голове твоя слышу по я услышал это реально рейджинд и его дом оказались окружены нелюдями чудовище до сих пор продал продолжавший царапать стен наконец заметили рейджинда и повернулись к нему окинув их взглядом он насчитал примерно штук пятьдесят рейджинд с раздражением ввел с взглядом в одну из этих непроглядно черных словно бы тупо старого дерева глазниц как бы спрашивает зачем вы мешаетесь монстры вытянули руки вперед будто пытаясь что-то поймает перед собой и начали медленно двигаться его сторону нет не в его сторону они пришли не за ним и можно то что находится внутри этой маленькой хижины и за его спиной рейджинд отступил на пару шагов но сделал он это не от страха он закрыл собой дверь отрезать тем самым себе путь к отступлению нельзя в голосе вы чувствуется холод в ретро мы брать ли обычный человек подобных условиях смог бы сохранить столь холодный раз рассудок и какой человек поступал как не смог заплакать когда был должен подумал про себя рейджинд но сказал слух эрин я него пальцы соскрипну сжали топорище свою сестру я вам не отдам но чуть-чуть безразличные его слова покачиваясь эти похожие на людей вещь продолжает приближаться охраняемый рейджиндом двери мысль что у этих тварей остался интеллект чтобы понять где находится единственный вход никто вроде поразила рейджинда подошедших первый урод положил рейджинда на плечо руки иначе как бы отталкивать его сторону рейджинд легким движением скинула руку и следующем мгновенно эта рука с глухимым звуком падает на землю рубище удар топор топора отсек его по самое плечо пустая глазница впередилась в рейджинда как бы вопрошая нельзя снова произнес рейджинд и спустя секунду половина головы чудища исчезла на землю что-то с глухим звуком плюхнулась отведя топор назад и вновь приняв стойку рейджинд от швыртов попавшись под ноги кусок головы падать подальше но чудище продолжит барахаться на земле со своими остальшимися тремя конечностями поэтому рейджинду пришлось добить его ударом в грудь в некотором роде так монстр должен умереть потеряв свою целостность чудище превращается обратно в песок и должно остаться приковано к этому месту еще надолго слов уже не понимает произнес рейджинд в этот момент следующее не нелюсть протянул руки двери рейджин понял топор над головой и резко его отпустил разумлено пополам тело не люди с удивительно живые чапкающим звуком повлилось на 7 как и раньше рейджин пинком откинул одну половину тела в сторону тем самым не давая ему собраться воедино тогда убью произнес рейджин и все проще на него нередя без гнева без ненависти и конечно же без радости на его благородном лице читала слишком устало покорной судьбе убью даже если не будет умирать волновь и он словно слав словно бы предвещающим долгую придолгую ночь убью столько раз сколько мне понадобится до тех пор пока не очнусь от этого кошмара словом бы в ответ ему забыли нереде рейджин снова поднял свой топор забыли нередо О, танки с пауру как-то вверх А, здесь к ней шторм и куза И курия какая-то я нельзя пропустить я удивляюсь в том что она не захватать его и я вам сейчас закончится там музыка честно скажу я не могу он говорить он так предпьет пуша наконец-то закончилась это мучение с этим музыкой она реально по ушам бьет очень больно чего могу сказать и не зря честно хорошо что она не засняла это все вам честно скажу том что там такие были моменты так сказать пикантный момент тысячи родом написано что еще это есть реально там я вот сейчас просто немножко задержусь в том что в этом так сказать оппинги оппинги да там было как вам сказать даже во вторая часть пошла хорошо там было про вампира вы потом увидите кто у нас там вампир контракт тысяч какой-то блять таскать контракт кровью потом было эти постельный момент еще эти я такой я не думаю что такие моменты еще будут пикантные моменты прямо настолько пикантные что мне придется это закрывать ну ладно читаем что делать что делать но пушин с музыкой я не думаю что так муску тарать за это при точно извиняюсь прям совсем насчет из музыки ну а нам поехали так говорится это это виде никак не смогу сделать вот это купить кто пошел я не хочу и оставлять и блять это убедите так прицепачить еще что-то блять и все блин она поехали а вот такая зона не на небо натянули плотно покрывалась облаков эти тяжелые точки нависанных головами людей не пропускает через себя лучи солнца погода явно не для стирки хотя это еще как сказать в этом городе всегда такая пасмурная погода и если что меняется то только ее степень но проблема не столько из-за облаков сколько из-за нескончаемых грязных испарений самого города в итоге получается туман этот пепельный с черными оттенками туман за завес висит меж зданий и первое вспоминание рожденных и выросших тут люди о небе это не бесконечность него что появляется в этом городе раз в год а вот такой вот мрачный серый купол смог властует над городом весь год город хоть туман в этом местности не такая уж и редкость старину настолько густыми они не были вместе с техническим прогрессом в городе появились многочисленные заводы исторгаемый ими дым смешиваясь тумана превратил пейзаж эту город такую печальную картину сегодня там особенно густое поэтому видимость совсем неважно очертание кирпичного здания камней на мостовой дорожного знака пожарного крана почтового ящика все будто расплывается в сером смоги проходящий по дороге люди больше похоже на бестересные те да и весь город будто потерял чувство реальности словно в чем там сне и и внутреннего из густого тумана вырвала большая железная пасть прохожие испуганно начали на нее озираться с остальным подскрипыванием корпуса и тяжелым углом парового двигателя сегают упу и с туманом появилась одинокая паровая машина хоть избри их уже давно и на разных заводов вовсю идет масса производства для этого города машин пока еще диковинку для передвижения по городу большинство людей в феддере до сих пор пользуются экипажами машины здешний народ особо не любит и старается держаться от них подальше говоря при этом что они якобы пугают лошадей под глядами прохожих мрачная черная машина напоминающие миниатюрный паровой локомотив плывет по туману легким шепотом нашу нашу шикарись прохожие шушу как очистить взглядами местами даже недовольны это право машина притягивать себе не столько из-за своей редкости глаза многие прикрывают то что прикреплена сзади нее а именно ее номер на выданном правительством номер номере первые выигрывали цифра 9 выигрывали на цифре 9 и по ней прохожий прекрасно понимать чем занимается хозяин машины наконец чем занимается не понял вообще паровая машина сбросила скорость и медленно начала тормозить остановился на перед огромным железным воротами воронные створки эти город производят величие величие величавое видло за ними виднеется только такое же огромное зданием здание этом чувствуется некая суровость это явная или усадьба дворянина или какой-нибудь правительственное учреждение но к удивлению на табличке выигрывала частная школа полу 3 наверное фейдере нет человека не слышно этого названия и сейчас мы не это не слышали как говорите быстрее к число это за место это очень старые ты и почитаемая школа то вы чего присылайте скажите что это так исправим открывшихся водительской дверей появилась муж появился мужчина можно сказать что подходящий хозяин для подобной машины еще гости мужу какой блять я не мне на уме нужно что вот не нужны голоса я слышу мне они вам под чертуком проглядывается довольная рельефная мускулатура на широких крепких плеча покоится голова с квадратным лицом и бородкой его черты лица производят довольно грубое впечатление цену он высечен из камней камень грубо обтесали толутом с молотком но то же время глаза цвета ультрамарина светится спокойным умом а вот цвета опавших листьев опрятно зачёсаны из нагрудного кармана выглядывает серебряная цепочка должна быть от карманных часов пуговицы на кожаные сорочки плотно застёгнута а воротник нах на крахмален его наружности нет ни нет нахальной распущенности щегла однако и сдержанной джетельменской натуры в нем тоже не чувствуется вот так вот странное противоречие впечатление производит этот человек приехали мужчина обошел машину и открыл входящийся на тротуар пассажирскую дверь я не услышал голос реально куча издевайтесь мне что еще прибавить надо высоко что ли или вот столько же меня голос слышал потому что только в бремя не ожидал внутри бок о бок сидят две девушки дванец и вероника модели девушки поделили на него глаза так я понял что это херня крови вы плетела на протяжении волос обширь ох ёпта она ци 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 ци化 ветер я не кацвани пахи вторая свера не какая-то скажу так вот этих девушек и девушек будто бы попавшись в наш мир и стороны грез вот просто если честно вот в пинге ситуация на показывал то вы их бы увиделись с моментом главных героев и даже какой-то момент момент еще ладно такое испытание на меня будет ладно пускай будет даже просто сиди на месте и не как бы крадут вокруг себя чувство реальности собраны и на затылке длинные серебряные волосы гладкая словно фарфоровая кожа чисто глубокий как драгоценных камни выразительные глаза подобная красота является первой причиной их нереальности они просто красивы во внешности девушек нет ни единого изъяна они похожи на статуи вышедшие из рук мастера мастера которая не добавил их ничего лишнего а жалко он создал их идеальными они точно ожившие пример того он настолько только настолько только может быть красив человек но хорошо отец может сказать что на их лицах раскинулась некая безбрежность будто они только что очнулись ото сна конец когда вот это мужик и их отец главной причиной по которой девушки кажется настоящими является их невероятная схожесть они будут являются отражением друг друга их схожесть не заканчивается на одной лишь внешности и судить только по внешне признаками то у них например немного различается прически у ванессы волос собраны в один хвост уверенники же два хвоста не записать надо чтобы не перепутать потом потом запишу так получается запоминаю ванессе один хвост уверенники два хвоста почему мне добавляют еще дополнительные проблемы были чуть быть не перепутать бить их не я точно когда-нибудь перепутаю это единственно хорошо заметное отличие между ними но можно даже сказать что на фоне практически полный идентичности это различие оставляет за собой какое-то неприятное впечатление они слишком похожи ну если им сделать одну причёску тупо прям идеально друг друга похоже не будет когда их позвали они подняли голос одинаковой скорости и под одинаковым углом даже своими большими глазами не моргает одновременно у обеих на лице крайне спокойно и шумные всяких эмоций немного рассеянное выражение между ними нет ни одного различия точно зеркальное отражение друг друга однако какой-нибудь крайний наблюдатель человек с острым взглядом мог бы что-нибудь и заметить по миру разница усилий или длиннее или вдоха и же что-нибудь вроде такого то на что обычно когда внимание не обращаешь что они все так же всех синхронно они взяли школьные сумки иначе вылезать от машины и вдруг а буду платить бился за машину и не дружно картина полина тротуар скрип на девушке тоже в один голос зацепилась и начала падать ванесса но вероника в итоге почему-то повалилась вместе с ней пусть они и близнецы но должен же быть предел единству драматично раскинув руки в стороны они они распластались на тротуаре девушкам сразу кинулся на помощь мужчина как ну и ну мужчина по совместительству их отец адольф с вами бахер спешкой протянул им свои мощные руки дочери и так не сильно похоже на отца опасах их рядом так вообще никто не поверит наверное это все из-за контраста со слишком неестественной схожестью девушек сколько раз я вам говорил чтобы чтобы были осторожны когда вы ходите из машины пронес адольф одноврема даем же не бы не вылезешь вы как вышиблись больно почему меня сразу мыслить не те он понял схватился за его правую руку ванессы и за левую веронику но у них у них на лица почему-то играет растения и улыбка больно падение с виду болезненно их странно обрадовала они сумасшедшие мазохисты похоже она больно отец но вот только улыбаться этом не надо то люди еще подумал что вы чудачки какие-нибудь девушки начали стряхиваться с себя грязь облить облаченные в белые перчатки руками адольф же спросил ну что по поводу возвращения думаем задержимся довольно странно моей манере ответили девушки и колоцентство похоже что невозможно по ней кто конкретно из них какую часть предложения произнес без каких не знаем сихами качем головами произнесение забирать не нужно найдем пешком сделав слегка недовольное лицо нахмурился было адоль но его размышления были быстрее прерваны не переживает за нас потому что мы захватили их присни произнесли беззаботными лицами близнецы перехватывают друг 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 у дружки слова все же к их необычности еще и добавляется эта странная манера говорить при которой можно легко потерять всю предложение надо привык к своим дочерям поэтому не обращать внимание залезая назад машина он сказал им пути домой особо не задерживайтесь и если что вы шутить теле телеграммы я сразу приеду заберу вас хорошо с кивком ответила ванесса иногда когда нужно произнести короткую фразу все же говорит одна из них наконец с глухим кулом паровая машина уехала прочь немного проводив его взглядом близнецы одновременно развернулись и начать и пройдя через открытую железную дверь воротах они направились к школьному зданию доброе утро ванна доброе утро доброе утро кажется они доброе утро доброе утро доброе утро обмениваясь приветствуем с другими учениками и учителями девушки идут по школе я запутаюсь и честно изначально это здание было дворянский поместье поэтому и снаружи и внутри все выглядит крайне и роскошно коридорах можно заметить так и оставлены там различные древние древние доспехи и скульптуры на стенах переоборудованных из гостиных класс виднеется огромные написанные профессиональные картины позолоченных рамок попростой однако покрывающего красный ковер или вернее сказать то как изрядно полиняло говорит о старине этого здания любой из его комнат может поместиться как минимум 20 учеников как обычно школа доброе утро доброе утро уже в классе не при поприветствовали нескольких одноклассников после чего усилились на свои места открыли сумки и начали готовиться первому уроку с их формы движениями достались сумок тетради и письменные принадлежности но их одноклассники как и адольф уже к не привыкли поэтому особо внимание обращали через некоторое время раздался за ног доброе утро с приветствием через двойные двери в класс вошла учительница она где-то в длинное старомодное платье с подлом до земли волосы же собраны на затылке в такой пучок образ строгий и словно вычурный над римским носом два глаза которым то и дело впиваются в лице учеников как бы пытать пробу пробуравить их до самого натура все все рассаживайтесь по местам пронзительным голосом скомандовала на только что весело болтавший друг с другом чеки успешно кинул своим местам когда си наконец расселись она вроде как удовлетворена кино и со строгим выражением лица произнесла дальше чем начать сегодняшний урок я должна вам кое-что сообщить судя по серьезности я тона грядет важное заявление ученики начали было переглядываться друг с другом но учительница резко продолжила последнее время в городе участились сообщения о нападении пейганов поединов это те демоны которые мы увидели на рельсах большинство учеников появилось выражение страха и отвращений удовлетворенная реакция на свои слова учительница продолжилась еще больше строгостью я не думаю что вы окажетесь настолько глупой глупой чтобы гулять по ночам однако если вам все же пришлось задержаться и нужно возвращаться в ночь то лучше попросить своих родственников вас встретить есть на вас все же на по пайган то зовите на помощь и пытайтесь выйти на ближайший патрон поняли наверное из-за хорошей дисциплины в классе никто даже не начал шептаться только лишь некоторые ученики у краткой начали бросать взгляды в строну на близнецо кого-то открещиваясь и как бы с почтением в этих взглядах нет явной ненависти и презрения у них считается лишь мрачное безущественное любопытство ванас и вероника никак на эти взгляды не реагируют непонятно вообще заметили они их или нет по невероятным безо безбрежном выражении ли безбрежном выражении лиц и полным отсутствием движения можно даже подумать что они заснули но все в классе уже привыкли к такому повезению сестер свайн свайн бахер свайн бахер ты правильно я говорю более вообще или нет поэтому внимание не обращает но семейные обстоятельства и семейные обстоятельства и подобное молчение вполне естественно есть речь заходит о пейганах есть же кому-то слишком тяжело то они остаются горевать домов то травм на костюм а начинаем первый урок произнесла учительница и будто только этого и ожидая далеки зазвонил колка глубокий печальный звук разносится по улицам виднеющийся сквозь дымку за окнами города сонно сотрясая серый смог колка медленно отбил 6 ударов за ним сразу же последовали еще пятьдесят два но более быстрых разумеется это занял какое-то время и ко времени а сейчас есть ве часам на стене класса было девять часов эти 6 минных и 52 бы суда отношения не имеет но перед уроком коротким выражением лица произнесла учительница давайте помолимся 8 удар 52 быстрых это в знак того что пора молиться ну ладно следуя пример ученики сложили руки на иначе свою тихую молитву продолжена до тех пор пока пятьдесят восьмой удар кока не растворился в тумане колка что звонить не установлено время звонит он только во время чьих-то похорон и называется он также похорон и колка умер на этом на этом можем сказать остановимся потому что уже снял много быть еще там этот опенинг и называется таким самым гром громким музыка она как говорится спасибо просмотру подписан на канал с вами стою я варень это нового игра под название похоронный демон раньше